Можешь спокойно глимсануть. Я уже такую пару саппортов видел, они в состоянии убивать почти любого кора, но не лайфстилера и не джаггернаута. Да и всё, ты так и понимаешь. Очень неудобно получилось. Сейчас ещё какой-нибудь ОД появится, который будет подсейвливать и так далее. И что делать? На самом деле надо быстренько освежить в памяти героев эры. Я прямо это делаю в рамках пары секунд. И я уверен, сейчас выяснится, что он там NSF катает очень много игр. И что он спеет сильный, и что на самом деле всё очень надо. Он и на морфе может в центре постоять. И появится, я думаю, The Final Tribe. И ещё какой-то именно кор, который обязательно в этой игре БКБшку соберёт. ТБ. Но ТБ это неплохой выход. Всё-таки тот герой, который Ластидер может на любой саде игры кушать. И с этим ты вообще почти ничего не можешь поделать. У него нет хорошего бурста урона, чтобы ТБ не мог давать Сандер. Это главная проблема. Ну что, Бутли какого-то героя брать, который может справляться с иллюзиями? Имеется ОД. Очень мне нравится ОД в матчапе с ДП. На центре не страдает. SF неплохо, может быть. Я вчера видел игру в китайском дивизионе, это опять же ДПЛ. Там взяли SF и через Аганим. И фишка в том, что он даёт ультимейт, террор с Сандер, ультимейт возвращается и они продолжают драться фул на фул. То есть, как бы, при этом ТБ-то, ну, получается, никого не убивает, потому что он сам с SF, который зарестойрился. А SF убил четырёх. Во. Ещё и тинкер. Забытый совсем герой в этом патче почти не появляется. Я видел его один раз за весь этот патч. Ровно один. Например, в проиграх. Я допускаю, что это связано с тем, что я смотрел их не все, но... То есть, по сравнению с тем, что было в предыдущем патче, этот герой сейчас просто выпал после этого реворка. Всего, чего только было можно. Мы обсуждали про этого героя с Форсом, и мы не совсем понимаем, почему. То есть, окей, тинкеру пофиксили лазер, а с Аганимом теперь не так круто. Ну, черт возьми, того же ТБ... Ему ещё кулдаун подняли, монокост подняли. То есть, ему просто стало чуть сложнее на линии. Чуть больше времени ты выформируешь свои слоты и т.д. и т.п. То есть, получается, что ты вот раньше, например, на 8-м минуте Хадиевы разваливал, был королём этой планеты. А теперь тебе нужно играть очень аккуратно. В общем, нельзя ошибаться. Ну, просто сложно людям на нём исполнять по сравнению с тем, что было раньше. Им не нравится, им не комфортно. И поэтому они предпочитают выбирать других героев, на которых... Ну, у тебя меньше шансов ошибиться, меньше шансов превратить игру. То есть, берёшь какого-нибудь ТБ от ЖУД, даёшь там даггер пику, и ты уже набрал шанс интеллекта, нажал ультимейт, и всех убил. В ГГВП. На Затинке Рост тебе и слоты нужны, и ты команду подъедаешь, и т.д. и т.п. Ну, поглядим, как здесь будет проходить всё. Всё-таки это эра. И против ТБ это герой один из лучших. Если у тебя даже всё плохо, если тебя пушат, то всегда можешь очень долго обороняться. Поглядим, какой будет лайфстилер, потому что... Не могу сказать, что единолично все используют лайфстилера через Райди и НС в Солар Крест. Временами всё-таки вспоминаем старого этого лайфстилера. Хотя здесь, учитывая, что против тебя играет ТБ, большая вероятность того, что Найкс будут играть с помощью Радианса. И будут стараться сжечь, чтобы люди эмиссовали, чтобы ты был очень плотный. И такого ласфера убить будет трудно. Скорее всего, да. Похоже на то, но вот... Не нравится мне пока то, что набирают за Файн Тайп. Всё-таки вот пока один террор, вот если убрать тинкера, побеждает всех. А при этом есть Дезератор и Элдертан, которые тинкера легко находят, тоже там имсуют, убивают. Поэтому, если бы это играли, допустим, Ликвид против Ликвид, я бы сказал, что пик Инфомас уже сильнее. Но поскольку играют Инфомасу за Файн Трайп, я всё-таки сказал бы, что шансов больше именно у них. Так, ну что Инфомас, последний пик. Героя на сложную. Остался Тайт, остался Андерлорд, остался... Ну, какой-то Клок даже, может быть, конкретно здесь надо тинкера как-то ловить. Пока... Может Феникс? Здоровья, никого нет. Феникс? На самом деле, просто некому бить будет в это самое яйцо. Ну, а Лавстиллер, слушай, он идеально бьёт. Не, не, мне не нравится Феникс. Не знаю. И на линии Феникса можно... Дикер вообще не об этом. Типа, кентар рука отрывается, потом не можешь нормально подойти. То есть ты можешь ставить не прямо в лицо Лавстиллера, и у тебя получается совсем всё хорошо. Я не верю на Феникса на линии против Лавстиллера. Там такие даже спиритов. На X нажимают одну кнопку, и всё. И все твои скиллы уходят никуда. Мне кажется, что-то будет всё-таки стандартное. Ну, Тайд мне нравится. Начинает эту драку. Ну, Тайд, класс, иерф, соло кушает. Ну, тоже, да. Тайд тоже не идеален. Типа, да, уж лучше какого-то Абаддона взять. Он точно так же страдает. Он хотя бы будет лазер там снимать и так далее. То есть сейвить от чего-то, от врыва, там, спасать от аппарата. Сколько ты можешь с щитом. Панды нет. Ну, ладно, Андерлорд. Все, Андерлорд неплохо. Тайд, Абаддон. Абаддон неплохо. Ну, можно взять какого-то стандартного, знаешь, там, вот этого, ассисов-сайсковского, в интервейер, ну, там, и так далее, чтобы просто дальше давить. Вот они берут, знаете, Сталкера. Но тоже герой, который может потенциально тинкера ловить в лесу, на Хантера, знаете, взлетать и искать. А может быть, они сейчас ещё посвапаются и сделают всё-таки Абаддон, на третью позицию, как он начинал, на Сталкера, в четвёртую, потому что на Сталкер. Третья тоже не звучит хорошо, потому что в рамках линии, ну, ничего сейчас не сможет сделать. Все будет Чен, аппарат и Лавстильер. А ты Найс Сталкер, то есть за четвёртую минуту и не бегаешь, и не бегаешь, вообще ничего не делаешь. Ну что, твои ставки после пика? Если бы, если бы, если бы убрать теги, что самое важное. Если бы убрать теги, вот Найс Сталкер мне не очень нравится, поэтому я на ТФТ. Именно по пикам, а по исполнению я тем более на ТФТ. Потому что, если ты вспомнишь, это вот, этих шведов, то на Кентавре они играли ещё в стародревние времена, и хотя бы прекрасно понимают, как твои скиллы работают, как с ними надо синергировать, как забегать, как выбегать и всё прочее. Поэтому я уверен, что они его сколько-то тренировали в последнее время, хоть он и не был в мете, и покажут сейчас такую качественную, серьёзную доту. Ну что ж, давайте смотреть. Инфомас ТФТ, вторая карта, формат БУ-3. Разбивают на базе Инфомас сразу же Смоук. Я вижу лайнап такой, что Найс Сталкер отправит лёгкую. Против Кентавра это было бы очень круто. Найс Сталкер бы, ну в общем, и Найс Сталкер, и Кентавр бы хорошо фармили. Если такие лайнапы останутся, то... В принципе, для Инфомаса это не так уж и плохо, потому что у них линия потенциально сильная. Трипла, ТБ, Дизраптор и Титан. При подключении Метаморфоза, там это Андер Страйк, и Хастомпом попадёшь, либо просто Астралом водишь, и саппорт того же Анжета Паришина убивать будет легко. Да даже Лавсилера можно будет гонять, учитывая, что в пике Чен. Чен сейчас будет на сложный. Лавсилеру можно дать не фармить. Боюсь, что Лавсилер тоже будет на сложный в итоге. Сейчас он придёт на линию, посмотрит, что к ним пришёл ТБ плюс один, и какие-то свапы начнутся, какие-то выходы, перестановки, возможно, Кентавр сразу уедет. Есть такая информация у меня, что не хотят они оставлять Лавсилера вот не фармящим парням сегодня. Пока, как я понимаю, не знают, ребята, где находятся. Понятно, видят Лавсилера. Здесь стоит вар Лавсилер, видите, они целенаправленно сюда идут, потому что они хотят поставить реплу, потому что они, типа, сильнее, пойдут руну отжимать и так далее. Но вот их в ответ не видят. То есть, видишь, это один вард, и второй вард, это всё от Радиан. Радиан пока видят очень много. Да, типа, Дайр поставили только сюда, один для сейва своей центральной линии, чтобы тинкеры не особо гонгали, чтобы не выходили из спины. Вот сейчас этот вард начнёт работать, потому что увидят Дизраптора, поймут, что он вышел с топа, что это всё было уже неспроста. Вот, поморгал на него только что аппарат, ну и должны какие-то телодвижения начинать производить. Пабло, кстати, опять в позиции, готовится убивать Курьера второй раз. Чё там по закупу ДП? А, ну, ничего такого. Ну, она может нести фласку, но для этого нужно добить крипа. Вот сейчас. Ну, всё, деньги есть. Ну, вот купит ли, повезёт ли? Ну, Пабло постоит здесь ещё секунд сорок и поймёт, что дано его. Даже не сорок, а, я думаю, чуть поменьше. Просто у неё саппорт. Ну, это что паришина уже на карте слишком давно не появляется, понимаешь, чем беда. Не, про то, что ДП вот эта фласка, она прямо сейчас не очень нужна в этом себе фишка. И прикол в том, что Курьер нетипичный едет на топ, при том везёт он один центр, что тоже такая штука очень редкая, но, видимо, будет сейчас довардинг происходить. Ну, да, потому что ты пришёл сюда Элдер Титан, и вот первое правило игры против Элдер Титан, ты блокируешь ему спот, чтобы он не стакал и не получал беда. Он пришёл, спот не появился, значит что? Значит, вард. Ну, Энш Топаришин постоял, понял, что ничего здесь не будет, и уходит. Тинкер на центре, видимо, упадёт. Да, Тандер Страйк, Сифон. Энш Топаришин сделал телепорт на верхнюю линию. Хотя, честно говоря, здесь особо фрост помощь не нужна. Сейчас Пабло просто будет экспу стелить, такое ощущение. Он здесь никак не может, там, защитить этого лайфстилера. Этого Энш Топаришина загрызут. За этим на эксим, если захотят. Томпы пошли, но пришёл Чен. Вот теперь, вроде, 3 в 2 посильнее. То есть, нужно ещё из ратора срочно сюда, и уже как-то правильно позиционировать, драться через форму, там, убивать. А форма только что была потрачена. Если они прямо сейчас, не имеют такого потенциала, там ещё и нападают на самого Террор Блэда. Смотри, какие ему больно. Слушай, да, Клэп сейчас будет. Будет Клэпчик, и это ферст, ну не ферстблэд, это фраг. А ТБ, может быть, он не очень боится физ урона, но вот этот Клэп, когда у тебя 560 хп, это очень мощно. Там 150 урона, друзья, это такая серьёзная цифра для ТБ. Не говоря ещё про movement slow, сейчас, кстати, может быть, если бы Чен законтролировал своего героя, можно было бы подблочить, ещё один стом дать. Можно было бы Элдера пробить. Приятная руна на топе, Титан сейчас заберёт. У него, как раз, кисманы проблемы. Буквально там один астрал хватало. Наверное, что Парижин даже ударить не сможет. Как-то эту руну сбить. Что внизу? Это Недсталкер и Кентавр. И пока Кентавр отдыхает. Сейчас надо Недсталкеру. Ну, учитывая, что у него топорик, он обязан всех крипов добивать. На топе атака на Дизраптор. Здесь похоже, что будет реальное убийство. Cold Fate. Член тач в кулдауне, но он, по всей мере, не потребуется. Хотя хестом, но замерзает. Дизраптор и Пабло не засыпает, что самое важное. Ещё и гоняют Титана. По член тачим очень серьёзные удары. Член тач заканчивается, но удары продолжаются от саппорта. Член тач заканчивается, но удары продолжаются от саппорта в кулд фит. Вот НТП вернётся, а про то, что можно выйти, потому что есть первый спелл у члена и ещё один клэп урсу. Уже откуда у нас всё, типа, готово и по желанию могли бы выйти. Пока вот этот триплав сложную не окупается. То есть ходят, подфиживают, Василлер чувствует себя просто хорошо. Даже не то, что хорошо, шикарно. Крипов бьёт, левел получает, и для этого героя это больше не надо. Синкер на Канельский стенд на центре один. Пока по крипстату проигрывает, но это не критично. Если там Эра сподстакает, либо ему стаки сделают лесом, он быстренько всё нафармит. Учитывая, что у него в КБА стоит Соларинг, то есть всегда можно выйти в лес и просто маршами поспамить. Но снова выход на Эру, и я вижу, что пока вот как-то не хотят Синкеру помогать. Хотя Синкер тот герой, который на центре на самом деле уязвим. То есть против таких вот героев идёт до конца Скофилд. Эра очень круто разморсовала Скофилд. Был бы Лазер, это было бы убийство, но в итоге Титан нажимает сласку. Ну, в принципе, Эра выигрывает немножко времени. Он не потерял, маршами там какую-то часть зафармил, и саппорта на себя стянул. Кентавр выходит на руну, чужую забрать не получится, но заберёт свою. Притом две подряд. Каким-то образом здесь руна лежала целых две минуты. Как вообще так получилось, я не представляю. Это еще и настигод. Я недавно проводил время за интересным сбором статистики по баунти-рунам. И вот я хочу сказать, что про команда из топ-8 примерно ни одной руны не оставляют вообще никогда. То есть они там с вами это появление, просто дерутся на них руками и ногами. И вот там Виртус Провод зачастую забирает по 20 руны с 21. Можно объяснить тем, что Кентавр стоял на линии с Найт Сталкером, и у него просто реально нет времени уходить. А саппорты держатся в трипле. Да, то есть, ну, если он уйдет, он пропустит крипов. То есть это не оффленер против триплы. Я говорю, что это странно, что так вообще получилось. Я говорю, то есть в Виртус Провод у них бывают там 2-2 ампер первые руны, и потом все следующие, то есть там просто забирают. Там в стопе нападения на Дизраптора пошло замедление, и его пробьют сейчас с руки. Должен, кстати, понять, что здесь стоит вард, потому что его было видно. Но закуп, конечно, у него такой себе. Вот я смотрю на этот смок 2 варда. На этот раз просто на нуле. Может ли быть еще хуже? А пока просто там... И понимают, понимают, что ТФТ... Они реально читают. Они понимают, что этот парень придет 2... Гениально. Четко, да. Но в это время в центре они просканировали именно ТФТ на Сталкера, но он все равно выбежал, и все равно напал, и Твинки разобирают тоже. Ну, и не спеет Йонософен как-то дать. Там был бы Йонософен Стампид, могли бы решить, но Стампида не было. Сталкер, ему ультимейт не нужен, ночь наступила и так на четвертой минуте. Ну, да, мув красиво от ТФТ, но Тинкера убили, поэтому этот мув особо не имеет смысла. Ханскин стоит в позиции. Неужели, я не понял, что там уже дввардинг произошел? Возможно, они подумали, что Дизраптор не успел. В смысле подумали, что это не успел? То есть у них там был вард, и они знают, что их варда теперь там нет. А, ну да. Окей, окей. Лекс не тупой, но вы поняли. Лекс, сморч. Да, сморчат, если Лекс, сморч. А в этой рим, выход в центр. Очередной, ну, ты не знаю, то есть третьей машинке, второй лазер. И подкрепы, подкрепы уже рядом. Там и Чен, и аппарат, они просто готовы, они байтят. Найтсталкер взлетает, должен увидеть двух саппортов, но куда деваться-то? С подводной лодки. Тинкера усыпили, окей. Сифон пошел, станет Кентавра мимо. Ну, хотя бы Найтсталкера бы убить, но настолько быстро, он с фейзами ночью, там, мувспит. Ну, говорю, хотя бы не замерз. И шестой, Кентавра, вот он мог бы сейчас дать дабил этих шприпов, получить этот шестой левел, ускорить свою команду, но посчитал, что это того не стоит. Из Раптора улетает вниз. Мы видим перестановку линий, ТБ на легкой. На легкой, если целостилер 1 на 1 с крипами. Ну, я вижу покупку ПТ. Мэджик Вент. Думаю, что здесь радио у нас должен быть точно. А Фросс будет фармить вот эти вот минут 15 еще. Ну, а Тинкер. У Тинкера дела не так уж и хорошо пока идут. На Творс 1700, 2 смерти и до сих пор нет Соларинга. Накупил очень много разных артефактов начальных. И Рейндропы, и Кларитос, и Фласку еще одну себе взял. Потому что очень сильно боится гангов. Внизу готовится убивать НСФН. Если круто дать Глимс закрыть кольцом, то можно НСФНа убить. Пока встреча произошла с Ханскеном. Слышно, это вообще не ходит. Ну, и телепорт, сбить его нечем. И Ханскен успевает уйти. Не хватило одного удара от ТБ. Нажимается тампит. Сандер отсутствует уровень 5 только. Но ТБ под метаморфозой. И он говорит, окей. Да ты там ворвался-то? Вопросов нет, да. Он говорит, не лезь. Я тебя сожру. Хотел, конечно, поругаться, но не буду. Просто словил нехорошее состояние души, когда ты не понимаешь, что вообще происходит. И побежал. Разве думаешь, что у меня 30 дабл-эд, что у меня стампит, а тут Рафлан поминки. Ну да. Но на самом деле все вот эти вот передвижения, они скажутся очень даже в плюс для лайфстилера. Он просто фармится и ни о чем не парится. На линии вообще никого не осталось. Он это делает соло. Может себе скоро дофармить уже. Армлет, кстати, наконец-то. Наконец-то лавслера через Армлет, а не через Родианс. Что, кстати, опять же странно, потому что здесь было бы неплохо. Здесь как раз таки... Я такого лайфстилера, честно, ненавижу через Родианс, но здесь я понимаю, в чем смысл мог бы быть. Ну окей, тем лучше. Возвращается именно из сталкер, но тут 3, 2, 1 ночь кончается, и можно его прям садить. На центре усыпили. Эншета Паришина, Папита, Сифончик, Телепорт, Сворм. Добивают. Просто кулаком, Скофилд. Находят еще ТБ на речке, и есть Сом. Сандра есть. Но у него есть Сандр, да, поэтому довольно глупо так лезть на него. Опять же, у него еще и Аркан Руна, то есть он вообще с большим удовольствием бы сейчас послапался. И в итоге все расходятся. В любом случае, надо просто играть от того, что у тингера когда-то появятся слоты. Ситуация может быть не самая хорошая. У него по наперсу всего Д500, его обгоняют все остальные поры, но когда-то он получит свой левел. Кстати, идет на него нападение. Позиция крутая, и будет контратака мощная. Правда, тут еще Найт Сталкер пошел стампить, телепорт от Папиты, Папита не успевает уйти. Погибает также и ТБ. Очень круто, очень круто. Я тебе скажу, что я вспоминаю игры ТФТ на этом турнире, я так получилось, что много их посмотрел, и почти во всех играх у Эры проблемы возникают на центре. То есть обычно его гнобят, к нему приходят очень много героев неприятных, саппорты. Ты даже прошлую игру вспомнил, когда он играл на ДП, и мы просто трижды пришли, вот где-то за первые 5-10 минут. А у Кэри, команда ТФТ обычная, все круто. Он реально всегда отдыхает. И тут тоже игра не исключение, но реально отдыхает просто лайфстеллер. Выходит с тролля, может сейчас сетку дать, нажать рейдж, нажать спинвозн, может круто получиться. Наступает день тем более, а Дарк на сонят, но слушай, это шанс. Поехали. Сетка. Дизайбл. Ну, такое себе на самом деле. Удачи, это он не соло киллер пока что. Да, ну, с хелм, фаренвилл, ПТ, Маджиквент, желаем удачи. Нет, ну, шлем есть, значит, рыцарь должен справляться. Шлем, скорее, чтобы принимать удар, нежели чем бить. Это все для правильного загара. Ну, слушай, ладно, почти армлет есть, Ханскин уровень 4, Ханскин покупает Мидас. Скофилд, Скофилд, Колдфейд. Ой-ой-ой, какие там крипы. Сильно. Сколько там шоквейк получается? Сто шестьдесят. Урса, Клэп, сто пятьдесят. Нормально, нормально. Саппорт Чен выдает урон. Попита забирает башню, не успеет ничего сделать. Попита выходит в быстрый Блинкдайгер, как я смотрю. Ну, видимо, он оставляет Квикбай, если вдруг погибнет, то можно закупиться стафом, там, и чем-то еще. Если не убьет, то купит Блинк. Ну, это все для того, чтобы быстро дотягиваться до Тинкера. Сразу его ссифонить, давать сайланс. Идея понятна. Тинкер, пока дела идут не очень, вам скажу. Эри нужно пофармить. Находит в лесочке. Ну, понимаешь, с стаками леса, да. Ну, стаки тут небогатые. Стоит здесь, потому что он может еще Эрш-то задевать, как бы крутить, то есть хотя бы попытаться с ними что-то сделать. Да, задевает в последний момент, но. Ну, я говорю, то, что он мог бы стоять вот здесь, наверное, наколдовывать, и, типа, задевал бы абсолютно все три сплота, как ты знаешь, герокоптер как делает. То есть приходит, вот примерно в Сэндр становится, и по всем первым сплотам не упасть. Атака внизу, айс-бласт, афик-шторм, Сандр имеется, и... успеет ли, тб дает Сандр. Атака продолжается, и она сам фарм погибает, погибает, что Паришин, но в размен на двух игроков. И Ластилер убил на топ-1. Да, да, вот он в соло, в соло спраса, свернули Чена под стомп. Ну да, до свидания. Надо ходить, может, крипа. Ой, лол. Нормальный дурь, там были стики. Стики. Если от нестики, может быть, как-то еще можно было бы поиграть. Стрик сняли, Щена, 4 биста было кряда у него. Мидас пока он себя еще не купил. Лайфстиллер. Армлет есть? Ну, такой Лайфстиллер должен быть немножко агрессивнее. Что по Кентавру? Кентавр выходит не в быстрый блинг. Стандартный, там уходят в АГС сейчас начнется. Ну, надо бы блинг купить побыстрее. Потому что, а кто будет инициировать с Лайфстиллером вот эти вот инфиз... А, слушай, он купил Армлет, и буду покупать Арденус. Ну, ладно, такой пророс я видел. Такого я еще не видел, потому что это не особо нужно. Зачем тебе Армлет в такой игре? Ну, типа, так спит немножко, у тебя появляется. А, так зачем он нужно, если у тебя Арденус и так пассивно жгет? То есть, это еще 2 300, почти 2 400 голды, для того, чтобы получить ничего, если ты будешь галкс садяться. То есть, я не знаю, просто пробегай мимо. По-моему, так знаешь даже, кто играл? По-моему, так играл Ленви. Это очень плохое. Очень плохая рекомендация для билда. Ну, Ленви похожим образом исполнял. Он покупал Армлет, Раденз дальше. Дальше покупал себе Слор Крест и Сенжин Яшу, даже так. То есть, он был такой, вроде, и горел, но вроде руками бил. Ближе к лейтгейму. Ну, окей, Раденз будет не очень быстро, понятное дело. Армлет стоит денег. На топе атака на Йонаса Фэна, если уйти очень будет трудно, ну, потому что глимс. Глимсуют назад, там пида больше нет, дает станок дизраптора, пытался как-то разменяться, но не получается. Это сделать внизу, тем не менее, ТПТ сплетят. Хотя бы так. Ну, зря ультимейт поражал. То есть, на самом деле, штука очень полезная в рамках именно команды какой-то игры, тимплея, и все мог бы оставить, чтобы, например, спасти тимкера. Для того, чтобы, когда есть напасть на какого-нибудь ТБ, и там быстро его убить. То есть, это куда важнее, чем гипотетически попытаться выжить. Свинька, посмотри, сколько у него хп, посмотри, сколько у него денег, и ты понимаешь, что... Купи, купи! Успел. И ты с ним волнуешься больше, чем он, мне кажется, сам за себя. Все? Конечно, волнуюсь. 0-3-0 у парня было. 0-3-1 сейчас, ну окей. А было 0-2-1. Типа это жесть. Скофилд на центре, мстят. Убьют или нет, стампиды нет. Но очень быстрый кентавр. Пошел Лайс Бласт, дал неплохой вижен. Йонас Фен, что происходит? Что это было? Йонас Фен, р-сплиттер по лицу, пару ударов, Йонас Фен минус. Погибает Дезраптор от Пабло. Ну и Пабло здесь глимсует, Пабло тоже убьют. Нет, то есть, ночью, вот так вот вдвоем выходить, это очень странная идея. Но хотя бы выиграли время, там у вас филлер с членом очень плотно пропушили бот, забирают уже половину Т2 табора. Но иначе сталкивается со Шрайной, перетягивается, будет возможно сейчас скаутить, пытаться может быть даже забить ТП. Но он может и подстрелять на Ванды, на Сомп. Ну, врывается ДП, Сифоны пошли. Йонас Фен погибает. Но Ханскина, скорее всего, придется продать, и Ханскин Хэндов Гат успевает нажать, у него появился уровень 6. И пришел ТБ с метаморфоза, поэтому лучше отсюда текать, уходить всем. А то такое ТБ может перебить лица с Драгонлендсом с уровнем 10. Понятное дело, берет себе МС. Как по мне, он еще не настолько силен, то есть, Драгонлендс не здорово, но пока маловато, он просто переходит к РП. Ну, слушай, у него 200 урона практически. Это уже хватает, но правда сейчас посмотрим, что будет Сандр. Сандр есть. Лавселир ждет до последнего. Реально до последнего. Полетели ракеты. Вот вылазит и умевает сразу. Нет. Если все вылезет. Да. Нет, скобочках, да. Ну, я знаю, как это работает. Можем ей доверять. Сейчас еще умрет от машинок, просто выбегающий Элдер Титан, но он был в плохой позиции, чтобы мансовать. Там просто негде было оборачиваться, и вот на халяве или минус 3. Ну, а ты Тинкер. Сделал 2 убийства, получил где-то 5 сотен, и уже потихонечку все хорошо, и расстановится. То есть он еще, конечно, идет по Нотворсу не очень круто, но ничего. Вот считаю, что Тинкер, он догонит. Дэс Профит в какой-то момент. У Лавселера с армлетом уже 3000. Поверьте, это очень хороший показатель. Лавселера не погибает, он очень хорошо фармил, он очень много наубивал. 8 убийств, 2 ассиста, 6 киллов, это отличный результат. Так что еще немножко просто пофармит. Хорошая скорость атаки. Радионс, кроме того, что эффект горения дает, тебе там миссует. Ты в придачу еще и больно бьешь. Все-таки Сакри дает немало урона. На топе экзорцизм от Папиты. Честно говоря, не совсем я понял пока идею. Че, он его нажал вообще? На че он нападает? Его бесит скелета, может у него фольга какая-то? Я понял. Может вообще миссклик? Ну то есть, на самом деле, есть даггер, может быть действительно он хотел подсветать своего вижен. То есть, он примерно понимал, что Чен здесь находится. Ворваться, быстрее его убить, но чуть не совладал. Внизу, выход от Фроста. Сталкер у него ночь, он очень консорный, 8 секунд. Значит, ему надо лететь уже сейчас. Или прятаться. Слушай, я смотрю, такой Найт Сталкер прям чуть ли не старого поколения. Нажимается Даркнесс, а НС его покорим чуть попозже. Возможно, сейчас будет драка, Тинкер пытается убежать, Найт Сталкер нахо Тинкера, но Тинкер просто войдет, нажмет телепорт просто. Поэтому... Ну или не нажмет, там все-таки есть Эндерд Стан, и вот нажмет стампид. Ну стампид, контратака будет. выбегать отсюда. Ну, Скофилд очень быстрый, он с Форстафом, ты его не догонишь, Кинетик Филд ставится. и стоит Аганим. Это Тарцифак, который я видел в последний раз, но очень-очень-очень давно, когда Насталкер еще был в Мете, его не покупали вообще. То есть покупали там Кримсоны, там, купить можно Лотус, что угодно там. Ну, типа, ему надо Тинкера ловить, он для этого скорее собирается, чтобы получить преимущество вейжена постоянное. В принципе, отчасти Насталкера против этого Тинкера и брали изначально. Ну да, так и нет, и у него раньше не было полета, если ты помнишь, и вот, приходилось хоть как его видеть, чтобы собирать Аганим. Сейчас у тебя есть полет, поэтому тебе ситуативно в рамках других каких-то стапов в линии и этот Аганим, ну, там, плюс-минус и не так сильно нужен, потому что ты в нужных моментах ты просто взлетаешь и собой светишь, поэтому. И перестали его собирать, так как Кай там все-таки слишком мало именно каких-то полезных боевых качеств. То ли еще будет, посмотрим, что с ним сделать в каком-нибудь следующих матчей, потому что Мендрейт у него отвратительный пик, Рейт того хуже. Я думаю, что это, ну, один из всех героев, которые где-то в ближайшие два-три патчика получат. Пока у нас есть время, почему пропал артефак Кая, ну, хотя бы на тинкере, почему не покупают Донард, который казалось изначально вот прям для тинкера и создан. Почему его так мало вообще от Кая мы видим? Не знаю, то есть, например, слот занимает, не так полезен. Ну, слушай, не так полезен, он стоит не так уж много. Стоит две тысячи, это две тысячи раньше для того, чтобы получить что? Чуть-чуть тебе он кликеешь, но чуть-чуть редюс монокосты. Да, слушай. Как работает тинкер, то есть, он подратил мону, сходил до базы обратно, подратил мону, сходил до базы обратно, то есть, это не критично. Есть у тебя там лишних, есть редюс или нет. То есть, это хорошо работает для шторма, просто потому, что ты можешь дальше летать по какой-то цемкой и арканруной. Это неплохо работает для какой-нибудь, я даже не знаю, все, кончились герои, то есть, тем остальным это монокост, редюс, не критично. Есть инфест, это фото ждут оппонента в лесу, но инфамосы сами стоят в позиции, сами ждут оппонента, такое ощущение, они такой легкий байт на элдер титана, используются скан, но что видят сейчас, то есть, да, заметили титана, возможно, сейчас ребята думают, что они заметили на скане только титана, а больше никого, но и просто смещается на ботом, эра раскидывает по-чехонечку марши, остается ластиллер в кентавре, у ластиллера почти есть райденос, сейчас, если наберет сам т2 башню, то райденос будет практически в кармане, оп, да, все, райденос есть, там прям ровненько накапало сколько нужно, 19 минуты райденос, армалет, пт, прекрасно, прекрасно, у тб, санжин яша драгон лэнс и забирает рошана, по-моему, тпт это поняли, но они, возможно, не успеют, сенькер раскидывает потихонечку марши, но времени нет, рошан упал, а егиз для тб, опоздали, опоздали, очень четко информацию, использовали время, миссует назад лайвсилера, он в сайленсе, дизраптора тем не менее убили, идет кентавр дальше, за найт сталкером, сталкер уходит на фрустафе, полетел айсблаз, коффелд, ну, радианс, радианс работу выполняет, просто, правда, рискует, просто очень рискует, под расплитером находится, нужно нажать инфест, инфест нажимает, уходит в последний момент в крипа, с крипа выходит, хестомп, усыпили крипов, усыпили эндшотопаришина, раздраться инфомас не смогут, у них нет, не мид меропоза, у них нет ни ультимейта, проблема их пика, у них кнопки с большим кулдауном, на основных героях, что подумал, ты вот сейчас берет, тб же, первый спел, у него тоже хрен, получается радианс, да, это проблема, это проблема, это тоже была одна из причин, что радианс можно было здесь и не фармить, потому что это будет очень мощно, особенно, когда у тб, будет талант на 20 уровне, и рефлекшн будет, всю драку, всегда примерно, да, это вообще не очень удобно, ну ладно, может что-то придумают с этим всем, ну есть вариант закончить до того, когда тб, например, и судя по Эндерсону Тожлахстиллера, он вот, хочет эту игру быстро выиграть, тоже все-таки собирает себе, вот, играешь на медальку в дальнейшем, будет этот стандартный билл через фулл ворота, а бафы, наверное, уроны, еще и черними в дальнейшем будет давать, когда выделят себе аганин, не даст на него уже есть, то есть совсем, ну не соседу, скоро, там где, какого-нибудь, Роджера он явно не выдерживает, но тем не менее, появится, я думаю, и гранитный голем, и ящий рецепт, все вот эти хребы, которые будут в драке заезжать, и просто бафать всех героев вокруг, ну слушай, парень играет жад, но парень им не даст значения, поэтому, я думаю, что Харнскин готов играть еще минут 40, взять талант на 20-м, и просто пулесосить всю карту, атака на ТБ, но это АЕ есть, а вот что дальше, а что дальше делать, Тинкер, контроля, да, дальше, дальше Кентавр, а, Кентавр, один, второе, типа до свидания, да, очень, очень четко, очень четко, вопрос в том, кто его подвинул, Форстапу, я его даже Титана что ли, просто во врагов футопешил, это была не очень хорошая идея, пусть это останется для нас загадкой, нет, то есть, возможно, план был в том, что типа я двигаю тебя вплотную, ты имеешь Сандер, но в итоге въехал просто в ракету, моментально, и ничего не сделать, Пабло отправляет его домой, Расплитер, нужно бить руками, нужно бить руками, нет, бить руками не получится, но Чен потратил ультимейт, используется экзорцизм, врывается ее на Сен-Фен, под Кенетик Филл, под Сайленс, под Сифона очень быстро его стирают с карты, выходит Роспи, ну получается, Тикшторм не нажал Рэйдж, быстренько уходит назад, благо не закрыли Кенетик Филл, но дали Сайленс, Сайленс действует достаточно долго, он наконец-то заканчивает, у Скопфилл то ходит на лоу-граунд, или нет, слушай, не ушел, все-таки остался на хай-граунде, показался секунду, что ушел, а на самом деле нет, очень побитый, и Папита, и Дизраптор, но драка завершена, размина один в один, ну, и забрали, как понимают, один, ребята, да, да, и разобирает башню, нет, ходит назад, Тинкер, уже очень близок к Нетворсу ТБ, вспоминаем Эру 10 минут назад, и понимаешь, что все стало у Тинкера намного лучше, дальше вроде как должен быть агоним, хотя может быть этот артефакт Тинкера даже несмотря на наличие ТБ проигнорирует, возьмет с тебя что-то другое, не, агоним нормальная тема, если он сейчас соберет, потому что в драке, ну, пусть там и маленький рейнджер отскок, он все равно будет задевать, потому что вот все-таки довольно плотный именно вот пик, который дается на одной дистанции, то есть вот у тебя может быть допустим ста, в котором у тебя перлафсилер, какой-нибудь допустим герокоптер и какой-нибудь снайпер, то есть доставать стрелять вот одного всех троих, наверное, не получится, а здесь, ну, примерно на одной дистанции находиться будет и Элдерстан, ТБ, Дизраптер и так далее, поэтому почему бы главное ТБ, главное ТБ, что был союзен, то есть ему только в ТБ надо давать, опять же люди ТБ тоже не будут далеко отходить друг от друга, а Пейта на топе выход 4-х игроков, он заметил, все, у него вард стоит, поэтому он все видел, ну, так получилось, то есть все вышли в смолки, было бы идеально, а как понимаю, кентавр может вовсе без смолки был, нет, нет, он именно вышел и не среагировал, потому что вышел с смолка, то есть он смолк спал, а что куда, непонятно, понял, ну, ничего, ничего, смотри, делает дела, находит, убивает Папита и выманили диванщит для Курьера, потому что залетела сетка с троллей и что если этот второй ворачивается, иначе бы они потеряли сейчас еще и летающего свою собачку, вард, конечно, ребята потеряют, понятное дело, что инфамус понимает, что он так просто не так и плохо, да, он уже окупился полностью, еще как-то поддавить Т2 по центру, внизу уже пушить нечего, на центре было бы неплохо, у лайфстелера, радио нас медальон, и как понимаем, уже соляра должна быть, да, летит талисман, и хотя тут очень прям глубоко ворваться, чуть ли не на Т3, ставится вот этот вот агрессивный вард, врыв на Титанчика, айсбласт в кулдауне, к сожалению, но это не помешает делать убийство ракета, айсбласт все-таки появляется, и он кастуется, очень быстро убийство, нажали стампид, в принципе, какой-то строгой необходимости в этом не было, 13-20, 3 тысячи всего лишь перевес, что там Дота Плюс говорит, ну где-то 76%, хотя после матча Нави учитывать его, наверное, смысла нет, я понял, так, а где ты жмешь эту клавишу? В настройках, в настройках ставишь, там, хоткей просто нет, там есть сверху справа, да, да, здесь типа нет, хоткей, посмотри, там спектатор настройки есть, уже полезно, на F8 ставишь и отдыхаешь просто, а потом, хорошо, что ты не можешь нажать F9, теперь, спектатор пауза, так, я понял, да, вот оно, но я же не админ эпицентра, поэтому, ну да, да, я говорю, что я нажму F9, я не могу этого сделать, потому что я, хост лоббер, это после интерэшала, наверное, убрали, да, с комментатором ставить пауза, скорее всего, но это нормально, здорово с этого, на самом деле, так подумать, 3D, наверное, был самым таким, масштабным, на всякие мемасы, типа корейских кастеров, и так далее, много там случилось, тинкер, ай-яй-яй-яй, успевает уйти, надо поставить оттен тинкер варды, то есть, 2018 год, вы играете против тинкера, но один поставили, окей, ладно, беру свои слова назад, вард один стоит, оттен тинкер, там находят тб сейчас, он успевает сделать сандер, но сандер, есть экзорцизм, надо, действительно, отсюда просто бежать, сломя голову, а может быть, сейчас уже на развороте подраться, просто, но просто ничего не помочь никак, его сцепили, пару ударов, его убили, это стрейк, почти 800, для Папиты, сейчас еще побегут дальше, потому что это хорошие варды, видят и тинкеры, и аппараты, и самое главное, кентавра пробитого, 5 секунд, него еще кулдаун, дать салкеры, может взлететь, но почему-то этого не делает, когда его тп шует кентавра, и... ой, я инштупоришен, режим бога, второе тупотое, сейчас глаз дает напоследок, попадает по Death Profit, ракеты летят от тинкера, Ласс Лидера нет, кстати, неплохо попал по ДП, потому что именно сейчас в нее входит душ, она просто не зарегает у нас до фулов, и можно пробовать тинкеру ворваться дальше и наказать, их первая ракета, вторая ракета, перезарядка, можно опринуть дальше и добить такие, ах, не попал по Титану, ай-яй-яй-яй, было бы в убийство, Титана, а ну хотя у Титана был Юл, возможно, он бы все равно об этом заюлился бы, ладно, не суть, хороший выход от Infamous, они отыгрывают порядка трех тысяч золота, так-то неплохо, это все-таки стрик лайфстилера, лайфстилер, ну слушай, это реально сборка, не обязательно может быть Envy, но я у Envy впервые просто ее увидел, Armlet, Radiance, Solara и Sanjian Yasha, да, но опять же, то есть Envy это плохой пример для подражания, не повторяйте, типа дома эти трюки, их выполняли профессионалы, вот это про Envy, все верно, да, то есть вот, если он что-то собирает, или там умирает Абрашана, то ему-то можно, а вы в пабликах, не вздумайте этого делать, он к этому-то говорится, готовился всю свою жизнь, проходил полноценную подготовку, наконец-таки у Тинкера есть Аганим, у ТБ появляется Скади, лавел 15, у Лайфстилера совсем скоро будет 20, тоже момент важный, будут миссовать все, немного, нужно будет что-то с этим думать, потому что пока нет неких вариантов, как по Лайфстилеру попадать, Чен, потихонечку уже выходит свой Аганим, работает Мидас, пол Аганима есть, проблема в том, что пол Аганима есть уже и у Найт Сталкера, еще 700 голды на руках, дофарм говорит в 8, прямо оставляет полную линию, и я не уверен, что Аганим Чена даст, в рамках именно макро игры, больше, чем даст Аганим Найт Сталкера, потому что и левел большой, скоро будет ночь почти бесконечная, и играть от того, что ты постоянно ничего не видишь, а противник тебе вообще везде, тяжеловато. ой, какая руна для ТБ, вот это вот классическая руна, под Рошаном, ну сколько я вот не понимаю, насколько так получается, что команда идет на Рошана, то есть черт, будет руна не будет, а руна попадает, внизу атака будет на Найт Сталкера, в принципе я думаю, что Инфомас готова этого парня продать, черт с ним, потому что это Аигис плюс сыр, он пишет, well played, Space Created, Space Created, ну а теперь надо как-то идти, кого-то цеплять, кого-то наказывать, пытаясь найти тинкер, не очень удачный дух, и дабл дэмэдж имеет свойство все-таки заканчиваться, счастье оно не может быть вечным, да под фармил он за это время действительно знатно, уже 16 тысяч перевес, не перевес, нетерсов, ДТБ, 15 с небольшим, дп, это вот таких два очень приятных, мощных коры, да, то есть видно, что Кентавр, там первая Саккера, и по полезности выигрывает и по Инверсу, но вот именно две главных кор позиции очень даже неплохо себя чувствуют, нажмется смок, сейчас на ТБ могут выйти, и в прошлый раз он уже потратил, а Аигис, но он здесь не один, он здесь не один, здесь может быть контратака, через Дизраптора, через Селдер Титан, но на самом деле это может быть ловушка, Кентавр не может порваться, нажимать Стампид, можно глимсануть, тут и Тинкер оказывается, попытка очень быстро убить ТБ, есть Сандер, последний момент, Фрост начинает очень сильно отъедаться от Open Wounds, используется придачей еще Hand of God, Скофилд пытается просто уйти из драки, появляется снова ТБ, у ТБ нет метаморфоза, сетка на Торрор Блэйда, Тинкер продолжает раскидываться ракетхим, Лазер дал, но увидите, что по ТБ не попал, идет Кентавр дальше, в погоню за ТБ, глимс назад, и поднимает ее Левстиллер, Левстиллер еще может заехо стопить, но Скофилд в панике, просто бежит, ребята хотят уйти из драки с минимальными потерями, то есть пока только потеряли Айгис и все, и драка завершена. С одной стороны не так и плохо, а с другой стороны и не так хорошо, потому что потеряв Айгис, ты теряешь преимущество в выходе куда-то там, на подпуш и прочее, и снова придется зажиматься, снова придется терпеть, а я уверен, что это Бэта понимает, что если ты забираешь второго Рошана, то в третьем тебе уже могут и не отдать. Все-таки противник дает задачи, постоянно огрызается, ну и, как говорится, есть эффект Тинкера, когда нападение происходит. Есть Глимер, есть просто. Он очень живучий. Детекшн никакой нет. Дасты перекладывают вместо телепорта Йонасом Фэн, то есть их не было в момент атаки. Лифстиллер, рейдж в кулдауне, его убьет просто все, это минус лайфстиллер. Тинкер без маны, Глимс назад Йонасом Фэн, нажимает стампит, идет вперед, а не назад, вот так вот, но там Глимеры, там форсы, очень много контроля, Йонасом Фэн, стамп просто от злости нажимает кнопку Q, ну либо другую, которая у меня забинжена, и... Ну вот это уже плохо. Это уже плохо. Это очень даже нехорошо. В любом случае, должен ты его понимать, что есть у противников хорошие скиллы для замеса, то есть, например, тот же ультаппарат, и тот же Тинкер, и при этом вот есть эффект Тинкера в плане его первого хекса. Кстати, хороший ультимет залетел, вот, может он успеть добить какой-то ТБ, если хорошо раскидает свои заглядания, но не подставляясь под вар, все-таки отходит, вырочит также и от спирита, и выживает. Так вот, когда-то этот хекс появится у Тинкера и начнется веселье, потому что у тебя на БРТБ, но не может ничего здесь себе такого придумать, чтобы стабильно начинать драйвку, там, например, убивать всех и не подать в хекс ни разу. То очень сложно сделать. Красивые люди будут летать из хекса тоже инстан. Это лишние деньги. тоже нехорошо. Возможно, будем ждать следующего Рошана. Айгис уже давно нет. Следующий Рошан все-таки будет важный. Рошан с рефрешер шартом. Для ДП это вообще, наверное, или для Эндртита надежно? Для Радиант это круто, для Дайр, шард. Ну, если по Кентаврам был аганим, это было бы очень круто. Это было бы реально сильно. Чен, мне кажется, вот именно в рамках замеса не так плохо, особенно на 18-м левелях, если у него он будет когда-то. То есть 500 хп, то все фрешеры это 1000 хп. И очень неплохо будет смотреться на аппарате. Учитывая, сколько у него денег, ты посмотри, то есть у него там на Рот оф Адос и почти где-то фаганим, тоже тысячи голды осталось. Два плотных ультимейта, которые на 18 секунд, на 17, будут тебя выключать весь регенды, выключить кучу урона, это может доставить кучу неудобств. Успел в последний момент просто нажать блинкаут, уйти, тут была атака, ДБ был с двойным уроном, это было бы стопроцентное убийство. Так он еще бегает на лох-п, чтобы дать сразу Сандер кого-то убить. Это очень грамотно. Но мы уже видели этот муф. И он выходит, и он выходит на Вовсибера. Убить, наверное, не убьют, но показали, что могут, показали, что не боятся, и Вовсибер прямо на стопиде рванул из драки. Т2, я думаю, отдают. Для команды все вряд ли будут дефать, то есть тогда уже торопится спит. Ну так-то тогда можно на Т3 прогуляться. Метаморфоза, экзорцизм. Тяжеловато, типа, заходить. Там сплитит тинкер, ой, не тинкер, тикентавр, вот в чем проблема, думаю, это главное. Кентавр, сверху там только что занимался тем же самым Чен, вот и пошел в итоге на базу. Я про то, что, ну, Т2 ты еще можешь сломать, в этих воронках, ты постоянно получишь кучу щитов-магического урона и летят лазеры-ракеты, лазеры-ракеты, лазеры-ракеты. И нужно зайти и убить этого тинкера, иначе просто не подняться. Это же вот вспомнишь старый патч, ты берешь тинкера и ты гарантируешь себе там 40 минут как минимум игры, потому что, ну, вас не могут спушить вообще никак. При даже самом плохом старте игры, вот есть счет там не 40 на 0, тинкер все равно стоит и дефлит базу. И причем, если ты ошибаешься, не нравится, с атак перефармливать, а у него может быть в доборе какой-нибудь гирокоптер, который в этих властях уже и сам может подраться с этими остальными. То есть герой такой. С дворим, но... Не могут теперь воевать ТФТ ночью. Аганима на Салкер уже готов. Это большая проблема. Скоро уровень 18, кулдаун на ультимейт уменьшится до 80 секунд. И все труднее и труднее становится ТФТ. Ты врываешься, моментально используется Даркнесс, ты ничего не видишь, тебя прекрасно не видят. Соперник, видит Дизраптор, который может в любой момент глимсануть. Тинкер, как видим, купил себе Бладстоун. Дальше буду покупать Дагон. Любопытно, что игнорирование Хекса, хотя здесь Хекс был бы неплох. Здесь Хекс все-таки пригодится, даже после Дагона. Артефакт очень нужный. Там уже ТБ, тоже ДП. Кто-то скажет, да, там Блокенбар, но Блокенбар не вечный. Все равно в один момент кто-то может ворваться и дать. Либо дать до Блокенбара. Бабло не успевает уйти, сбивает телепорт ему с Кофилд. Параллельно атака на Найт Сталкера, но по каким-то причинам не оказывается в наличии у Кентавра Дастов. И это не Шэдоу Блайд даже, это просто Климер Кейп, который спасает игрока. Бабло, конечно, здесь убили. Да, им было бы неплохо какой-то гем себе тоже приобрести, потому что Найт Сталкера сейчас наказали, он бы потерял свой гем, это бы дало бы большое преимущество по карте именно в плане Вижна, потому что он бегает, варды ломает и вот видишь, вот эта часть карты он уже зачистил, и вот не доигрывает немножко ТФТ, можно лучше. Шикарный варду Инфамас, я его до этого смотрел, не отмечал, сейчас попозже расскажу. Хексу, Кентавра, зацепили, Расплейтор, ну, как-то немножко корявенько получается, Кентавр долго живет, выходит Тинкер, ракета, ай-яй-яй-яй-яй, а вот это очень плохо, а вот это очень плохо, Тинкер пытается делать реарм, делать блинкал, хорошо врывается, попит и дальше, Глимс аэра назад, аэра отправляет, домой Глимс, срабатывает просто идеально, тут конечно и повезло части, но и немножко не доиграл Чен, хорошая работа от Инфамас, падает Т3, Тинкер с Бладстоуном, поэтому появится очень быстро, ну, давайте смотреть, сейчас заканчивается экзорцизм, и нужно быть аккуратнее, хотя у ДП имеется сыр, сейчас полетит ульт-аппарат, и под него будет врыв какой-то, я так думаю, аппарат, хороший ульт, в принципе ДП закрыли, начинают пробивать ТБ, но ТБ здесь конечно пробить трудно, падает барак, врыв, хороший Блокенбар, имеется Сандер, Йонас Мфэн очень сильно пробивает Фрост, получил Хекс, пытается вгрызться убийц быстро Дизраптора, есть Сандер, Фроста отправляют отдыхать назад, остается он там буквально на 50 кп, нажимает аромлет, живет, мид упал, но в целом был плейд, на 100 кп, каким-то макаром выдается им выжить, может аппарат закинет еще инертивейт куда-то в сторону базы, попробует на рандомить, но веры в то, что у него получится конечно очень мало, видите да, с чего все началось, с одного варда, такой не самый стандартный, попробуй такой раздеварде, который дает информацию по вот этому фарму, то есть были уверены ТФТ, у них до этого видимо действительно сентрич, что здесь тебя точно не видят, от тебя видят, от тебя знают, я замечусь, что это довольно известный вард, уже многие его ставят, то есть есть варды, на первых, это вот под названием варды ванскора, который только он втыкает, но в данный вард все-таки много кто уже использует, поэтому зачастую вы даже стали проверять, Пабло... не, не эти ребята, сейчас ТФТ пытается выйти, с НСБома куда-то в бот, а получится ли? значит есть, текшн есть, дастов накупил я на СМФН, Пабло очень жадно играет, что не смотрю, каждая игра, это очень серьезный артефакт, тут фотоса гоним, согласитесь, смотрится жестко, такой аппарат, да, может кому-то и сам навалять, говорится, в Селенова, ему было бы очень-то больше, реакция у Паппиты, но урона очень много, но его не хватает, Паппита просто сифон нажимает, очень быстро свое здоровье восполняет, у него есть Хекс теперь, на самом деле, и Хекс, и Сыр, все, нажимается, ултусорп, но есть блокенбар, Паппита поднимает себя в Юл, команда подходит, и надо отсюда бежать, эра блинкаут, глимс назад, Лайвслиера принимают, Айс Бласт полетел, напоминаю с Аганимом, Сандера Ханскина, пробивает Лайвслиера, он уходит в последний момент в Дракона, Дракона Чена, убивает одного фаерболом, купается Найт Сталкер, очень четко действует Лайвслиер, очень круто работает Айс Бласт, два байбэка уже пошло, Пабло должны здесь добить, Лайвслиера сидит в Драконе, Хастом, посыпили, убили, Сандер от ТБ, есть Стан, и погибает здесь Икентавр, Лайвслиер остается, получается, моментально его уничтожают, но, это, друзья, три байбэка, три байбэка было, как я понимаю, да, или это два? Чё, посмотрим, я беру три, нет, всё-таки два, Дизраптор Найт Сталкер, я почему-то подумал, что это Становый Купился, но он, видимо, здесь не погибал, то есть, размен 4 в 2, без этих байбэков было бы трудно, возможно, даже Инфомас Бодраку отдали, но они понимали, что эти байбэки стоят того, учитывая, что Рошан уже есть, это, Рефрешер Шарт для ДП, все прочее, причем она потратила сыра в этой драке, а не, не потратила, она отдала ТБ, отдала ТБ, это совсем хорошая новость для Инфомас, потому что теперь в два сыра, в Айгес Рефрешер будет куда тяжелее, но, опять же, вот эта драка была на их там шрайне, где-то в удобной позиции, куда было легко сделать какие-то телепорты из байбэков, а теперь им придется подниматься на ХГ, и вот, возможно, если они полезут, опять же, при живом тинкере, у них где-то может случиться крах. Заметили Чена, заметил, точнее, Night Stalker, Do it Void. Оп, окей. Ах, хорошо, ненавижу этого крипа, тут сыграл пользу ТФТ, Хекс, его ненавижу, не только я, видимо. Ну, реально мерзкий. Пошел этот аппарат, кстати, слушай, а то он убьет. Рафлан поминки или нет? Он, конечно, делал телепорт, все, до свидания. Там еще цепляют у нас Night Stalker, и опять, опять Дасты, не переложил, ну что не так-то, это же совсем фрифраг. Ты когда кастуешь телепорт, ты можешь в момент каста телепорта перекладывать, и у тебя кулдауна не будет сразу. Если мой сокастер это понимает, то мне вообще стоит за этого кентавра. Дасты, окей, нашли. Хекс. Ловит Хекс. Кримса надо нажать, можно будет поиграться. Кримса пока нет, спорзает его на СФМ, пытается просто отсюда уйти. Далековато Лавсиллер, он не нажимал на фест, там надо дефить базу, ребят. Там топ пушится, и мид пушится. Там барак до этого упал. Кентавру здесь должны убивать. Айсбласт залетает, хотя посмотрим. Айсбласт по Титану, урона нормальный, Тинкер сейчас должен кидать ракеты, этого Титана должны хоронить. А Титан погибли здесь, но Тинкер, сцепили Тинкер, сцепили Хексом. Реарм, блинк, смотрим. Эра! Нет, Сформ, идеальный. Не смогли. Титана выходит, разваливает кентавра. Ну я что-то парижем и улл. Его тоже забирают. А все потому, что некто на кентавре не смог переложить досты. Сразу. Не могли бы не давить вот отсюда, досюда за Нейтсалкером, и все было бы замечательно. И они его в итоге еще и не убили, что вообще борода. Ну, они могли очень быстро убить. Такая вот, казалось бы, небольшая ошибка минорная, при этом, что ТПТ теряет 4 игроков. Играешь на миноре, делаешь минорные ошибки и едешь домой. Все вроде правильно. Экзорцизм. Первый пошел. Первый пошел. Да, есть ребят, что есть сыр. Интересная проблема, что нет метаморфоза. Тут по-хорошему надо рефрешер шарда 2. И для ТБ, и для ДП. Потому что... Они, кстати, могут подсевить на будущее. Терра-сыр, кстати, ТБ отдал Нейтсалкеру, то есть сейчас все герои имеют. Айс-бласт, хороший форстав. Айс-бласт никуда. Но, в принципе, одним байбэком, что Паридшина, они защищают вторую сторону, что я считаю достойный результат. Нормально. Играть можно. 12 тысяч перевес, что там говорит нам Дота? F8. Но, пока можно играть. 70%. У Нави... У Фнатик было 97%. Поэтому... Играем, играем дальше. Шанс, как говорится, есть всегда. Пока трон не упал, ты еще можешь выиграть. Ну, мы с Форсом общались, что эта система не идеальна, потому что... Она же не оценивает, кто играет, правильно? ТФТ или Виртуз Про. Как она может оценить, кто там играет? Она оценивает, там, кто-то выиграл драку, окей. Она смотрит на Творс, и все, то есть тут... Никакого искусственного интеллекта нет. А вдруг это все-таки нейросеть, которая реально обучается, и когда-то она будет выдавать верные предикты? Да не-е-е. Ты не хэ. Минус чен. Чен без байбека. И что? Идем? На ХГ. Ну, хотя метапарфуза нет. ТБ, кстати, ставит себе рапиру. Квикбай. То есть у него хоть все и круто, но... Мне кажется, ты... Ты решил закончить. Ну, да. Типа, ты закончишь с рапиру очень быстро. Тем более, у тебя 25% уровень. Он, кстати, взял себе Сандер кулдаун себе... Трирблэйд. У меня так раньше. Ну, так, многие берут. То есть очень удобно. Как-то, опять секунд кулдауна. У противника такой пик, что пока без хикса вот тинкер, и у вас нет возможности его снизимляться еще надолго, чтобы быстро убить. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ну, у него еще минута была бы, на самом деле. Он мог сделать Сандер своего тиммейта в любого. Если что, уже на то пошло. Но решил слить. А Эгис, это не очень хорошо. Жмёт форму, и сейчас его смогут запустить Будет совсем неприятно Хороший текстом Снова Блокенбарен реакция Анимация слишком долгая, Хекс, пару ударов Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, убивает кентавра Байбек у неё нет Распритер залетает, бараки падают На топе очень-очень быстро Полетел Айсбласт абсолютно никуда, просто в молоко заходит Тинкер подняли Бьюл, Эхо стом Сандер, пару ударов и по тинкеру Тинкер просто делает суицид Попита нажимает экзорцизм Первый, первый экзорцизм И парни не хотят делать мега-крипов Они говорят Легко Сандер есть, Сандер кастуется Только какой-то он Такой ДП это на хосте, тоже на 25 Развлекательный Ластилер Ещё один Сандер, колдаун небольшой Хекс, Лайфсилер Отправляет его домой И успеет ли он уйти, нет, Юльчик Никуда он уже не уйдёт Ластилер Армлет, ладно, обузит Рейдж, но убивает, есть байбек Тинкер просто на фонтане кидает ракету Это очень удобно Очень удобная система Но может всё-таки забрать Могли бы на самом деле забрать сейчас Третью сторону, а таки погибает дезераптор Сыграли по СНГ доте Немножко Шли на фонтан, ребята, буквально Ну, ничего, рапирует ТБ Рапирует ТБ есть А второй-то Ультимейт ДП тоже нажали Сэфэш и Шард Вроде как я пролистал Отсутствует в команде теперь Оба Сыра Нет, один Сыр, знаете, Сталкер подел ДП второй себя А где Шард? ДП нажала всё-таки в драке? Нажала, нажала, да Я по-то и говорю Может даже не для экзорцизма Я не помню, может для какого-то Хекса Может быть Хекс или его что-нибудь дать Пропустила В любом случае теперь она этого сделать не может По очевидным причинам ещё раз Но следующего Рошана времени ещё довольно много То есть как минимум 2 минуты Максимально 5 И есть шанс всё-таки что-то успеть докупить За дефци Я вижу, что Тинкер уже даже догон стал 97% для победы ИНФМОС на этой карте по мнению Дота плюс Ну всё Пора покупать рапиру Кому-то из ДПТ Ну Лас Лера сейчас уже урона не хватает Мы видим, что он реально Он чё-то бьёт там Парни смотрят и смеются Покупает Башер Не нули фаер Ну Башер даёт 0 урона, друзья Такая себе идея Не, даёт 100 при Пропе Это не какой-нибудь там Джавелин Который даёт тебе же 100 только без Так и в казино можно на работу ходить И говорить сейчас буду Не, ну когда-то тебе заедет Гипотетически Там раз в 100 игр и ставишь на красный Но всё-таки выводит на красный Вот они на Творце 20к у Тинкера 31 у ТБ ДП 27 Лас Лера 18 Кентавр Тоже потерялся Он врывается Но у него такая долгая анимация Он пока это стандас Там ребята успеют чай себе сделать Дать секс И ещё там пару движений Поэтому в последнее время Кентавр не может врываться Хочешь дублайт какой-то покупай Иди вплотную Непонятно ТБ стоит возле двойного урона Говорит Опа С рапиркой Да-да Поехали Что это с цифрами? Это баг Он ещё метаморфоза не нажал Оп Три удара Три удара Чен Раз Два Три Четыре Пять ударов Нет Кентавра Поехали с Лассирием драться Очень Очень быстро Просто Невероятно Неадекватно урон Ты считал даже больше пяти ударов И он до сих пор жив Но у вас лир живёт Но Байбеков нет Они все выкупались Это конец Что же будет третья карта В таком случае Будет третья карта Сделать Пабло Что не будет Но спасает ТБ Там своего тиммейта И в итоге Делает И минус пять Один-один Очень круто Мы себе показали Как-то у ТР Даже прежде к лейту На тинкере Он купил себе Бладстоун Давай немножко Об этом артефакте поговорим Можно не обсуждать Покупаешь Хекс Выиграешь игру Покупаешь Бладстоун Быстрее резаешься И через три смерти Чисто именно Чтоб быстрее резаться После смерти Он купил Дагон Который особо Не понажимал Тут Хекс Вот этот контроль Он был необходим Он Дагоном Дал за всю игру Тинкером Два юза Один ВДП Один ВДП Стана Нанес 489 урона Ты же можешь посмотреть Сейчас Да-да-да-да И очевидно Что это выглядит Так себе Такой себе результат Не особо выдающийся Ну Дагон видимо В самом конце Наверное купил Но в любом случае Когда ты тинкер Ты по-хорошо Должен эти клавиши Быстро нажимать И так далее То есть Дагон Вкидывать между лазерами Ракеты Не так и сложно Через шифт Но он этого не делал Я к этому кладу Бладстоун Плюс Дагон Стоят еще огромных денег Это то есть Реально можно Наставить артефакт Купить хекса Еще хватит На сдачу Взять что-то еще Как-то так За Final Try Проигрывает вторую карту Мы уйдем на небольшую паузу Ждем как команда отдохнут Учитывая что это лан Пауза будет минут 30 Поэтому ждем 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 И вернемся Как начаться стадия драфта Все пока Пока слушаем музыку И смотрим рекламу Разумеется Как же без нее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому